Всем привет! Всем большой привет! Меня зовут Татьяна, Татьяна Горбачевская. И сегодня в продолжении марафона «Богатый художник» я нарисую для вас акварельные розы, вернее садовые розы, акварелью. Всем привет! Привет, кто подключается! Надеюсь, что меня слышно хорошо. И пока мы здесь все собираемся, я расскажу немножко о себе. То есть минут 10 о себе, и потом дыма, акварельные розочки. Итак, повторюсь, я зовут Татьяна Горбачевская. Но если вы захотите посмотреть мои работы, познакомиться с моим творчеством, то меня лучше искать под именем Татьяна. Татьяна Горбачевская. Очень долгое имя, фамилия вернее. Почему? Потому что в основном я свою карьеру строила в Америке. Вот и больше я как бы известна в англоязычном мире, как в англоязычном интернете. Ну, что мир, что интернет. Это для нас сейчас одно и то же. Немножко о себе. Я профессиональный художник, акварелист, немножко пастелист. Закончила Гомельское художественное училище очень-очень давно, в 1995 году. Потом Минский институт культуры. И все это время я работала по специальности. Или работала в таких профессиях, близких к художнику. Как то, например, я работала на обойной фабрике колористом. И создавала разные комбинации цветовых обоев. Что сейчас, кстати, мне очень помогает искать колорит тоже в своих работах. Мешать краске, делать выкраски. Это вот все мне помогла моя работа на обойной фабрике. После художественного училища я ровно 15 лет работала маслом и немножко акрилом. В 2003 году я переехала в Америку и жила 7 лет очень близко к Нью-Йорку. Буквально 40 минут мне было до Манхэттена. И я участвовала в различных выставках в Нью-Йорке. Подавала на конкурсы, выставки. И тогда я работала маслом в основном. Но как-то вот у меня не сложилось с Нью-Йорком. Мне кажется, потому что в Нью-Йорке больше требовалось... Больше востребовано было абстрактное искусство на тот момент. Или мне так просто не повезло. А я как бы со своим академизмом участвовала. И как-то так вот совсем было неуспешно. А потом, и все это время, начиная с моей учебы в художественном училище, я как-то вот заглядывалась на акварель. Мне очень хотелось рисовать как Фан Визин. Это был в те времена один из моих самых любимых акварелистов. И я пробовала, но все мои попытки были такие довольно безуспешные. Ну, с маленьким-маленьким успехом. И я попробую и бросаю это дело. Опять возвращаюсь к маслу. И так у меня таких попыток было несколько. И, наконец, в 2010 году я такое приняла решение. Все, я отказываюсь абсолютно от масла, акрила и углубляюсь только в акварель. Я купила книжки. Тогда еще, ну, наверное, там Ютуб был, но не так было много видео на Ютубе обучающих. Или, опять же, я, может быть, мне не повезло, я их не сильно там нашла, какие-то хорошие видео. В основном я училась по книжкам. Вот я узнала в тот только момент, что есть маскирующая жидкость, которая на тот момент мне очень помогла. Сейчас я стараюсь ее избегать, но когда учишься, она очень помогает. Вот. И каждый день я старалась рисовать, каждый день акварелью, совершенно не отвлекаясь на другие техники, акварелью и все. На это у меня ушло ровно 10 лет. Только через 10 лет я позволила себе заняться пастелью. И то первое время, когда я занималась пастелью, мне казалось, что я краду время у акварели, и акварели она очень не любит. Она, как говорится, дама капризная, и очень не любит, когда ей изменяют. Поэтому вот первое время пастель и акварель мне казались просто несовместимыми. Вот. Но я настолько уже чувствовала все-таки себя уверенной в акварели, что мало-помалу как-то стала изучать пастель. И теперь я и совмещаю эти техники. И что интересно, я заметила, что теперь они мне помогают, они как бы помогают друг другу. Потому что акварель, она более такая стихийная, она как бы любит свободу, да. И наша задача как художника, акварелиста, ее немножко подправить в том направлении, чтобы пигмент смешался с водой, и именно подсек в том направлении, которым нам нужно. А пастель – это больше про рисунок. Это больше про тон, в акварели тоже тон, конечно, важен. Про построение. Это все-таки, ну, как для меня, конечно, безусловно, сейчас споры идут, что это – живопись или это все-таки графика пастель. Она может быть и живописная, и графичная, но в пастели очень важно уметь просто рисовать. Нужно строить, рисовать, видеть объем, видеть тон и так далее. И я заметила, что эти две техники, они очень помогают друг другу. И сейчас я их комбинирую, но все-таки акварель – это моя любовь навсегда. Я к ней очень долго шла, я потратила на нее, как сейчас уже, это получается, 13 лет, 10 только акварели, и вот последние три года, совмещая ее с пастелью. И касаемо монетизации, я бы хотела пару слов сказать, вернее, как же мы встречаемся с вами в рамках марафона «Богатый художник». Конечно, это очень сложно, быть свободным художником, и при этом еще зарабатывать на своем творчестве. И, наверное, у каждого свой путь, свои советы. Но, как я поняла для себя на данный момент, работы, картины продаются редко. Я очень ценю свое время, я не могу продавать за копейки. Да, их и не особо покупают за копейки. А если, например, я подаю на выставке конкурсы, я участвую, у меня как-то со временем образуется какое-то имя, мое имя узнаваемо, я, например, получаю какую-то награду, первое место, Best in Show. И я заметила, участвую в выставках, которые организуют акварельные сообщества. Например, в каждом штате есть акварельное сообщество здесь у нас. У вас в России тоже есть там союз акварелистов. И если работа занимает какое-то место, получает какую-то награду, то около этого сообщества всегда есть какие-то коллекционеры. Они видят, да, работа получила награду, значит, соответственно, может быть, художник будет со временем знаменитый. И у меня вот на таких выставках зачастую работы покупают. Я не могу сказать, что это происходит часто, но время от времени, особенно когда работа занимает какую-то награду, ее покупают за очень хорошие деньги. Так что вот моя рекомендация – участвовать в выставках, насколько это возможно, потому что это всегда как бы хорошо посмотреть, посмотреть, как пишут другие художники, это заряжаешься каким-то энтузиазмом, я, как я, получаю вдохновение после участия в выставках, какой-то такой тонус. И народ посмотреть, себя показать – это всегда хорошо. Плюс еще, может быть, и картину купят на выставках, что тоже хорошо. Нам же нужны деньги на то, чтобы покупать те же самые материалы, чтобы это хотя бы не было в убыток. Ну вот мы тут уже собрались с вами, и у нас времени не так уже много, я попытаюсь уложиться в час. И от вас бы я хотела видеть обратную связь, буду, открою аккаунт на другом телефоне, буду посматривать, когда я этот телефон, я сейчас подвешу, чтобы у вас был вид сверху на мою работу, и вам было удобнее смотреть. И спрашивайте по ходу, я с удовольствием отвечу, и всегда как бы человеку легче говорить не просто в телефон, в камеру, а какую-то получать обратную связь. Сегодня мы нарисуем с вами вот такие розочки в технике по мокрому, по сырому. И я постараюсь, как я уже сказала, уложиться за час. И я вам покажу свои маленькие хитрости, свои приемчики, которые, может быть, вам пригодятся в дальнейшем. И хотелось бы еще сказать пару слов о стиле. Вот у меня часто спрашивают, как прийти к своему стилю. И я вот сегодня буду вам показывать мой стиль. Но я совершенно не хочу, чтобы вы его копировали. И призываю вас работать в своем, но что-то брать из моего опыта. И стиль приходит сам по себе. И связан он только с тем количеством времени, которое вы потратите. Когда вы рисуете каждый день, когда вы переходите от одной работы к другой, от одного сюжета к другому, вы сами не замечаете, как у вас образуется ваш собственный стиль. Вот. В качестве такого бонуса или подарка, который вы получите после просмотра моего видео, я даю как минимум одному человеку, а может быть и нескольким, я даю обратную связь, консультацию или критику. В моем аккаунте Dancing Brush я размещу сегодня референс к этой работе, которую я сегодня буду рисовать. И вы можете, используя вот этот эфир, повторить эту работу и прислать мне. Я вам дам советы, критику и как вы, общение. Тот, кто хочет это сделать, то, пожалуйста, напишите в комментариях потом, после этого марафона, под прямым эфиром. Я его сохраню. Надеюсь, что у меня все получится. Потому что у меня часто бывают проблемы какие-то. Было такое, что эфир не сохранился пару раз. Я постараюсь сохранить эфир. И вы напишите «хочу обратную связь». Всем, кто это напишет, я высылаю референс. Вот, рисуйте, творите. И в личных сообщениях я потом вам дам обратную связь или консультацию. Итак, приступим. Сейчас я, сейчас будет маленькая такая пауза. Я сейчас возьму этот телефон и его прикреплю очень высоко, и будет у вас вид сверху на мою работу. Только надо его так перевернуть. ились. Угу. 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 хотя нет давайте мы лучше будет надеюсь что телефон не грохнется и все будет хорошо так ну так вроде бы нормально вот наш референс все видно палитру вам будет не видно но я буду время от времени вам ее показывать так значит у меня бумага арчис 300 грамм на мед на метр квадратный и я буду смачивать ее с двух сторон буду рада опять же вашим вопросиком благодарю вас что вы присоединились на мой эфир всегда интересно рисовать в компании чем одному и чаще всего я не делаю построение а сразу начинаю работать видно референс я надеюсь что вы его видно пытаюсь смотреть на другой телефон чтобы понимать как вы видите так наверно будет немножко лучше у меня никогда не бывает одинаковых работ то есть потому что я илью много воды поворачиваем разные стороны и даже когда я хочу свою работу повторить у меня за редким редким исключением получается похоже работа поэтому мне не скучно повторять свои работы потому что каждый раз это что-то новое каждый раз это эксперимент ну вот видите я ее увлажнила хорошенько с двух сторон и пока она сейчас будет чуть-чуть подсыхать что сейчас она слишком мокрая я расскажу вам о своих красках вот это мои основные красочки вот это 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 триада триада красный синий желтый но триаду ну триады нельзя выбрать из просто красного синего желтого если красного вас вас будет вора ворожеву то уже тогда это будет не совсем правильный триада будет такая грязь мешаться мой этот вот красный цвет это больше ближе к краплаку то есть такая красная краска которая вот она здесь покажу умею которая чуть-чуть такая больше в холодцу холодненькая красная краска это кобальт вот он у меня все три краски в дэниел смит они мне нравятся хотя от кольбе и мне нравится больше кто знаком с акварельными красками но просто я когда ее заказываю онлайн она идет больше там неделю идет дэнил смит так как я живу в америке то у меня приходит очень быстро практически нас на следующий день и и вот эта красочка желтая она такая ближе в лимонку она здесь кажется что это она темная потому что она абсолютно прозрачная в ней нет белил это называется никель азу еллу в никель азу желтые красная краска называется rose mother permanent это кобальт блю и это французский ультрамарин французский ультрамарин я заменяю на коп верни кобальт я заменяю на французский ультрамарин когда мне нужно что-то очень темную какую-то смесь сделать вот и я предварительно свои краски вот в таких вот керамических таких чашечках намешиваю потому что так мне быстрее так неудобнее чем их постоянно выдавливать на палитру в общем как-то вот интуитивно я к этому пришла и продолжаю работать вот с такими керамическими баночками это мои дополнительные цвета я не всегда ими пользуюсь они так от старых работ у меня остается это кобальт бирюзовой в австралийская желтая и опера вот и такие вот темные синие это французский ультрамарин который вам показывала это прусская голубая и это тоже кобальт бирюзовый время времени я его использую и и очень важно для вот этой работы мне нужно очень темно-красная краска типа ализарина кримсона или перилен мару ну что-то такое очень темное и неважно в принципе как она называется главное чтобы потемнее то есть возможно я буду использовать или квиногридон магенту или кримсон лейк или где-то где-то у меня была ализарина кримса была ну видимо куда-то она упала в общем это для того чтобы вот у меня какой-то перелин вайли ну видите они старые при старые эти краски для того чтобы просто вот сделать в серединке розочки какие-то очень темненькие такие акценты нужно будет дополнительные эти краски вот значит по краскам я вам рассказала кисти теперь кисти кисти я использую вот такие угловые синтетические кисти бренды я меняю потому что вот раньше я покупала какие вот я вижу синтетику угловую такой я и покупаю то есть они у меня все разные некоторые мягче вот это вот более мягкая бренд очень они очень дешевые это целый набор там буквально там не знаю за 8 долларов или за 7 относительно дешевые вот это медин такой бренд неплохой но почему-то они сейчас перестали выпускать вот угловые вот вот это golden maple кстати мне очень понравился они мне прислали попробовать и мне они очень понравились golden maple здравствуйте жанна и я вас приветствую спасибо что вы здесь для моей поддержки очень рада спасибо и вот я недавно купила палитра кисточку синтетику и первый раз я ее попробовала вот буквально недавно я была в горбеле вот я ее купила и она очень-очень-очень-очень оказалась неплохая очень неплохая вот и так кисти мы с вами обсудили и просто я иногда буду возможно использовать вот такие какие-то абсолютно любые кисти это может быть синтетика это может быть белка это что у нас это не знаю тоже какая-то старая кисть по-моему синтетика вот просто для больших каких-то областей когда нам надо будет заполнить краской большой большой области на работе и теперь я возьму маленькую маленькую кисточку и так что у нас с бумагой давайте я еще раз ее у меня здесь очень сухой воздух поэтому бумага сохнет очень-очень быстро вот я сейчас ее еще углажню но мне не нужна на поверхности вода поэтому я вот так губкой убираю воду с поверхности и сейчас вот такой простой маленькой тоненькой кисточкой круглой вот так покажу как я буду мешать мне нужен я хочу намешать такой серенький серенький цвет я беру вот эту свою триаду и намешиваю из трех красок такой нейтральный серый цвет и делаю такой рисунок прямо кисточкой то есть вот у меня моя зона интереса это будет вот эта розочка вот вам ее видно и я просто рисую чашечку здесь вот вот такую я ее упрощаю и вот такую чашечку я здесь будет вторая роза вот здесь будет пусть будет вот так вот за ней третья роза и вот здесь вот увядшая роза а мы ее не будем делать увядшим ее сделаем вот такой приблизительно это просто такая схематичная композиция то есть я уже приблизительно знаю где что у меня здесь будет и мне этого достаточно по ходу кстати композиция может измениться у меня часто такое происходит когда в процессе работы там краска потекла не в ту сторону и меняем композицию в этом нет ничего страшного по крайней мере в моей технике и теперь я беру вот такую угловую кисть и начинаю работать с вот этой розочкой беру вот этот светлый краплак и прямо светлым краплаком я вот так начинаю работать и вот здесь вот у меня намешана краска тоже из этих же самых цветов но она более такая красноватая вернее темная она как бы смесь темная но красноватая вот что я хотела сказать когда вот у меня краска подсыхает я просто добавляю сюда воды и ее опять так вот активизирую и вот я беру свою свою первоначальную краску из триада красный краплак светлый вот и дотрагиваюсь до вот этой темной смеси и вот таким образом легкими касаниями у меня получается имитация лепесточков чтобы я дотронулась кисточкой до кобальта бирюзового чтобы вот какое-то внести разнообразие может быть вот сейчас возьму немножко лупера они все очень похожи просто вот на нюансах а можно взять например crimson лейк это такой же как ализарин crimson такая темная краска я вот прям дотрагиваюсь кисточкой и таким вот образом мне это помогает сделать имитацию лепестков значит вот здесь вот мне не понравилось как я слишком темно сделала и я вот салфеточкой так вот постараюсь сейчас пока краска важная я здесь вот так вот выбираю красочку также это можно сделать при помощи так называемой ферсти браш что означает кисть жаждущая воды то есть я ее намочила а потом хорошенько отжала и вот чистой кистью но влажной я тоже могу выбрать краску вот таким образом у нас уже видите нарисовалась красочка какого размера кисть но вот эта восьмерка но у каждого бренда разные размеры поэтому ну я бы сказала что она средняя потому что вот у меня есть побольше средняя ну такая средняя но ближе к большой и вот эти вот поменьше вот это я начинаю с восьмеркой а вот эта пятерка маленькая и у меня например есть еще тоже очень смесь которая я намешала ультрамарин желтая и красная я сейчас возьму маленькую кисть дотронусь до вот этой очень такой темной смеси и сделаю вот такие вот акцентики вот в серединке пожалуйста вы знаете все художники которые рисуют мне кажется любят вопрос когда понимают что аудитория как бы смотрит и включается в процесс и это так вот обнадеживает так теперь значит я посмотрю как у меня здесь вроде бы еще влажная бумага и я возьму например буду эксперимент это все-таки темновато так возьму оперу поярче чтобы сделать какую-то разницу с цветами возьму немножко кобальта бирюзового опере пусть он такой у меня будет хочу добиться такой немножко фиолетового оттенка и нарисую сейчас вот эту розочку так обойду вот это давайте опять сделаю вот этот трюк с густой краской спасибо жанна спасибо да я участвую сейчас моя работа участвует выставки и она не просто участвует она получила best in show best in show это такая награда которая означает лучшая работа в выставке это как бы даже круче чем первое место но я не я не хвастаюсь на самом деле я просто пытаюсь вас подушевить что как человек который там не знаю 15 лет назад вообще не умел рисовать акварели хоть у меня было художественное образование но акварель как-то мне не давалось вот то теперь вот я иногда даже получаю какие-то награды в международных акварельных выставках вот то что у нас сейчас наша выставка международная то есть художники со всех стран могут не участвовать так что все дело в практике во времени которое вы отводите на то чтобы тренироваться практиковаться и вашей целеустремленность но и безусловно очень важно чтобы процесс наверное самое главное чтобы процесс вам нравился потому что какова бы не была целеустремленность если сам процесс не нравится то к сожалению ничего не не будет мне очень нравится работать акварелью когда я работаю акварелью я вижу как она течет перетекает пигмент с водой взаимодействует можно сказать танцует на бумаге то для меня это просто такое наслаждение я действительно получаю большое удовольствие от процесса работы с акварелью если сравнить с пастелью то с пастелью я рисую но это для меня больше как практика я должна сосредоточиться должна понять проанализировать и такой более как учебный процесс а вот акварель это волшебство которое поначалу было было сложно но с другой стороны она бывает милостиво к новичкам потому что часто в акварели особенно в некоторых техниках по большому счету рисунок-то постольку поскольку нужно какой-то она почти потечет растечется и раз и туманчик получился вы дерево пририсовали и и все работа прекрасная в акварели рисунок не столь важен ну конечно зависит от стиля тот кто рисует какой-то гиперреализм естественно безусловно важен рисунок ну то есть я хочу сказать что если даже вот вы на начальном этапе находитесь и у вас еще рисунок не очень хороший то акварель это техника которым можно начинать работать не имея сильных навыков рисунки на мой взгляд вот а в пастели все-таки вот нужно набивать руку и добиваться чтобы рисовательные навыки ваши были на определенном уровне везде нужна практика в каждой технике безусловно но есть нюансы ну вот вы видите что я пытаюсь как бы одновременно рисовать вот эту розу и обходить вот эту розу как-то с двух сторон еще сухой салфеточкой промокнуть лепесточки лучше салфетка чтобы она вот у меня с пупырышками она может быть и не сработает но я попробую так лучше лучше такую салфетку которая нету такого паттерна вот такая вот у меня тоненькая сейчас я попробую ей если пока бумажная бумага влажная можно вот таким образом выбрать краску и тоже будет такая а вот здесь вот уже нет уже бумага уже здесь высохла а вот здесь вот еще можно выбираем красочку так и сейчас вот я прорисую вот эту розочку видите вот у меня здесь это туалетная бумага обернутая салфеткой и я промокаю постоянно кисть это тоже очень-очень важно в акварели понимать сколько воды и пигмента на вашей кисти пожалуй добавлю тени вот здесь вот немного тени но с вот этой вот красочкой уже надо быть очень осторожным потому что подсыхает в моей технике очень важно понимать насколько бумага мокрая как только она начинает подсыхать то появляются резкие границы а я все-таки пытаюсь держать все границы мягкими и резкие добавлять только в конце когда мне уже там надо будет что-то подчеркнуть так розочки давайте вот это сделаем значит я у меня свет светит с вот этой стороной значит вот эта часть розочки будет светлая видите уже границы резкие поэтому я сейчас немножко смочу вот эта часть будет светлая в серединке будет потемнее слишком слишком смочила ну это ничего страшного акварель еще славится таким как это сказать эффектом как happy accident счастливая случайность вот бывают счастливые бывают несчастливые если это счастливые мы должны это использовать там не туда потекла не туда капнула вот ну бывает конечно и такие небольшие катастрофы акварельные ну с другой стороны это как говорится просто лист бумаги и не надо переживать хотя он дорогой если это хлопок но самое главное не жалеть бумагу потому что как только начните жалеть бумагу то ничего не получится будет страх так еще раз здесь при помощи салфетки выбрать красочку вот наши лодочки готовы посмотрим как у меня было первоначальной работе кстати видите как я экономлю бумагу то есть у меня что-то было нарисовано здесь я и стараюсь использовать и обратную сторону потому что как бы такая работа ученическая это я рисовала сноторы вот знаю что я ее никуда она у меня не пойдет в рамочку я не буду никому дарить продавать не буду я на обратной стороне вот нарисовала более удачно на мой взгляд работы значит сейчас здесь я делаю степель и листочки и потом фон то есть вот такой фон на палитре у меня здесь сейчас очень много красной краски а я буду рисовать зелень поэтому я ее так вот спонжиком чищу перешли чем перейти к зелени и начинаю работать той же самой кистью как оказалось восьмерка такая средняя но ближе к большой вот я мешаю зеленый цвет из своей триады красного желтого и синего и этой триада достаточно чтобы получить интересные оттенки зеленого не причем бумага уже у меня здесь высохла сейчас я буду смачивать причем оттенки сложные да когда мы берем просто велики донами он будет яркий такой не натуральный искусственный вот а при помощи когда вы смешиваете тот же желтый синим зеленый получается яркий но если вы перемешиваете чуть-чуть краснотенки то он уже становится более натуральным что я сейчас делаю я закрываю салфеткой свои розы поскольку я не хочу чтобы на них попала вода и я смачиваю вот эту часть если сейчас вода попадет то здесь будут такие снежинки снежинки это уже совсем другая история это для других работ для зимних пейзажей или цветочков но на более мелких типа ромашечки такие маленькие на поле и меня смесь в ту же самую смесь тоже не хочу одним и тем же зеленым рисовать в ту же самую смесь я добавляю больше желтого и вот допустим и у меня вот получается уже здесь вот мир такая вот раз поменяла смесь добавила больше синего больше красного и уже какая такая более темная оливковая вот а если например я хочу там совсем холодный я возьму бирюзовый больше кобальта и сделаю например вот допустим сделаем веточку возьму тоненькую кисточку и например вот так вот веточку сделаю по этой веточке делаю вот такие тоже опять здесь плохо смочилась не хотелось бы пока темных граней чуть поменьше кисточку возьмем семерку вот это все сделано восьмеркой было возьмем семерку да видите чтобы я чуть-чуть каждый раз меняю свой зеленый то есть вот этот был больше к оливковому а этот более такой к холодному такому зеленому огуречным и у меня где-то здесь была намешена темно 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 зеленая такая почти коричневая то есть я вот ей тоже могу какие-то сделать детальки если захочу прожилки то есть практически все из трех четырех цветов у меня сделано здесь вот этого нет в референсе вот это я уже как бы сама исхожу из того что тех штрихов которые вот на данный момент мне хочется положить и схожу из такой общей общей композиции так с этим все листья набросали делаем фон значит опыт присоединился повторяю что я постараюсь сохранить эфир и в этом аккаунте марафон еще артист и в своем аккаунте я сделаю в stories референс это этих розыск и вы можете использовать это демо это видео и повторить работу кто хочет получить от меня обратную связь как подарок из в этом марафоне пишите в комментариях хочу обратную связь или хочу консультацию или хочу критику и присылайте ваши работы я с удовольствием вас вам что-то посоветую и рекомендую вот сейчас я смачиваю фон в любой большой кистью хорошенько так смачиваю потому что я хочу чтобы мой фон был такой гладенький вот и но я неоднородный недавно купила кисть сейчас хочу попробовать и не пробую еще честно слово значит беру эта краска здесь намешана моя триада красный синий желтые я им когда мешала я хотела получить такой серенький цвет но он у меня получился немножко более зеленцу поэтому я сюда добавлю голубого и вот сюда вот немножко активирую эту краску потому что она подсохла я где-то часа два назад и сделала она уже подсохла вот я ее так размешиваю и также я немножко добавлю воды в свой кобальт своей керамической этой баночки у меня краски сохнут по страшному краски и бумага но их очень легко потом опять перевести нормальное состояние просто добавить добавив воды и так вот у меня такая красочка вот она немножко зеленоватая и я чуть-чуть добавлю сюда кобальта потому что я хочу чтобы она была более в голубой оттенок и и здесь у меня достаточно воды вроде бы да и начинаю только делать он но очень важно все таки вот не чтобы он был неоднородный поэтому в эту смесь я сейчас добавляю красный видите она пошла немножко более фиолетовую вот и сейчас еще добавлю зеленый вернее желтые она такая у меня станет немножко вот зеленоватая вот мой фон немножко вот сухой кистью я вот так вот еще раз тушую и теперь буду двигаться в этом направлении вправо а мой хорошенько кисть потому что я хочу чтобы меня с этой стороны у меня было намного светлее это желтая вообще появилась а здесь вот у меня accident счастливый или несчастливый пока не понятно какие-то эффекты можно сделать сейчас здесь вот слишком пустовато так давайте эффекты позже а вот сейчас здесь вот как вот на этом мне понравилось как получилось я здесь добавила очень тем темную такую краску попробуйте сделать то же самое и кстати и и в ролике нужно чуть-чуть форму какая-то у меня слишком круглая получилось это эксперимент на там получается да нет те тут прикрыла розочку чтобы вода туда не попала все приблизительно знаю насколько влажная моя бумага и что может сработать иногда это салфетки иногда это вот кисть просто чистая но отжатая вот иногда это можно использовать например мастихин для каких-то хотите раз у меня такой мастихин вот или пластмассовый мастихин вот мне тоже нравится использовать пластмассовый еще одна вот видите хорошо смотрится то есть им можно даже те же стебельки вот раз порисовать а можно краску выбрать вот и получается листик и так вот интересно и пока вот здесь вот влажная красочка то можно делать а вот если лайнер найду уже просто чистой чистой кисточкой например лайнер это просто вода вот пока бумага еще влажная то просто водой можно сделать вот такой вот тоже паттерн интересны можно просто сбрызнуть это вот так вот водичкой и тоже к что-то такое интересное получится ну типа снежина как я сказал ну и конечно же скорее всего вот кто есть то и сейчас меня смотрят что соль это всегда тоже интересно солью бывают много разные гималайская соль морская соль какая только вот у меня соль да для попкорна тоненькая 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 если я чуть-чуть вот здесь вот главное и конечно не надо посыпать по всей работе где-то так чуть-чуть и вот через минут пять вы видите как она начнет работать так теперь чисто вот композиционно у меня здесь так тяжеловато хочется вот здесь вот немножко тоже что-то сделать но не сильно не переусердствовать поэтому я наверно сейчас я поликую свою сумму на стихи просто здесь нет хочется здесь слишком глухой пятно было я там чуть-чуть какой-то имитацию листиков каких-то дала вот у меня ну вот степан проснулся и что-то такое просто может быть вот степа потерпи кобальт просто кобальт просто какая-то чуть-чуть такая вот заливочка как и счет мне очень нравится гольбе и краска называется она в несколько полиции она называется телесная вот такая красочка я иногда использую когда у меня например много голубого а я так вот раз и какие-то вот теплые такие вот мазочки делаю чуть-чуть такой придает шарм цветовой работе и сled ну и вот вот эту серединку давайте положим тень на эту серединку можно положить кобальтом а можно положить верины кобальтом синим а можно положить очень сильно разбавленная веридоновой но я важно очень сильно разбавленную кобальт бирюзовый и вот прям вот так вот не до такой степени сильный грязная краска уже то есть иногда я разбавляю кобальт очень сильно иногда веридонова иногда кобальт бирюзова вот это вот внутренность нашей чашечки я кладу тень то есть вот это тоже теневая сторона и вот это тоже чаще вот эта телесная краска она укрывистая то есть я лучше не злоупотреблять потому что она как бы в ней очень много белил но если как бы я чувствую что меня здесь немножко глуховато серединке розочки я чуть-чуть ее добавлю какие-то такие темные акценте ки какой еще материал вам не показала это скальпель медицинский то есть скальпелем тоже можно выбрать красочку если бумага еще важно это принципе такая как мастикин только он еще и резче дает границы и можно какие-то вот какую-то там текстуру сделать пестики тычинки если нужно пожалуйста жанна я очень буду рада если пригодится а также у меня есть канал на ютюбе приходите смотрите время от времени я там что-то выкладываю не только по акварели но и пастель и вот сейчас я работаю немножко в акриле так что скоро будет акрил когда бумага у меня высохнет я распишусь вот в этом уголке потому что вот он у меня как раз здесь такой немножко пустоватый но я так обычно и стараюсь сделать чтобы было место для росписи потому что роспись это часть композиции ну вот видите вы практически уложили сейчас сейчас вот буквально час и одна минута как начался эфир и я хочу всех поблагодарить что вы пришли на этот эфир я нарисовала с вами в вашей компании душевной надеюсь что мои советы пригоди пригодятся вам что моё демо вам тоже пригодится что оно вам понравилось а также что вы воодушевитесь моим опытом и тоже будете рисовать каждый день в акварели и других техниках это не важно творчество это всегда хорошо она на нас лечит она помогает жить она помогает преодолевать трудности поэтому всем вдохновение творческих успехов всего самого хорошего и повторяю в третий или четвертый раз эфир постараюсь сохранить в своих в своем аккаунте до dancing brush я выставлю stories референс к этой работе рисуйте творите если хотите получить от меня обратную связь в качестве подарка пишите в комментариях хочу обратную связь я постараюсь вам ее дать спасибо большое марафон и еще артист за проведение такого ивента это было интересно я сама с удовольствием смотрю ваши спикеров и буду рада если мы когда-нибудь еще это дело повторим всем спасибо до свидания и до новых встреч спасибо спасибо а я буду отключать видео и пытаться сохранить эфир числый station мы будем 良ик спасибо спасибо Продолжение следует...